здравствуйте дорогие зрители с вами феномены в хардстоуне как вы видите и уже наверное видели и слышали вышел новый режим называется потасовкой ну и пойдем мы сегодня посмотрим что же там происходит получится ли мне надрать пару попченских в этом режиме первая неделя нам представляет некий бой рагны против нефориана я уже поиграл ну там три игры выиграл конечно не с первого раза все ноют о том что рагна типа такой рагной победить вообще нереально ну давайте посмотрим не знаю я как бы побеждал и рагна это какой-то ну аналог хэндлока можно сказать более какой-то такой более какой-то ну да нужно себе урон наносить и потом можно всяких лемов ставить такой чисто хэндлок нефориан я даже не знаю но это какой-то тоже какая-то как контроль дека типа контроль войн или даже фриз маг ну него все время заклинания за 0 маны но сейчас мы посмотрим я не помню правда на ком я вчера остановился а я знаю вчера за рагну победил у меня щас нефориан по моему по такой системе работает как я понял если вы выигрываете то меняетесь классом у меня так было хорошо что у нас хроман хроматический дракон воля страз и укус еще конечно имба в плане нефориана это то что он начинает сразу с пятой маны укус пожалуй а вот так оставлю и от этого у многих бомбит я даже согласен как бы ну не знаю почему так прям сразу с 5 маны начинает окраина у нас огненного бьется поставила прогнула урагна тоже прикольно это оружие 26 когда она умирает у него меняется обилка и он может уже ставить этих не ставит точнее а играть огонь и рано доберу какой-нибудь спел он бич судьбы неплохо да и обилка нефориана просто жесть какая-то любое любое заклинание тупо за 0 маны ну это вообще это просто жесть так это что начале вашего хода все ваши существа получают плюс 3 к таки интересно ну я все равно как бы сейчас отдам все вот в чем дело а давайте так сделаем покамись прочистим эти таунты ну не знаю такой режим он конечно интересный прикольно что добавили вообще этот режим может быть просто первая неделя такая но мне как-то кажется что скучновато то есть нету какого-то челленджа я получил этот бустер пару игр сыграл и мне как-то надоело там я два за нефориана сыграл два за рагну и все как бы ну может быть просто первая неделя такое такая пока мисс вообще непонятно может быть в дальнейшем они как-то доделают будет еще что-то интересное ну как бы да по 1 по 1 неделю что тут судить непонятно а почему конец контур спел контроль разума я наверное его подержу там мало ли что-то покрупнее выйдет сделаем что-то такое тут просто в лицо сыграть на этого голема 2020 я его просто за контролю за 0 маны это вообще жесть ребят я скажу а там есть такой новый голем 2020 просто просто монстр какой-то получается самая большая карта в игре ну без бафов наверное да не наверное точно так огненного ставит ну дефольчик судья мрачнокамень интересная карта но прикол в том что он призывает существ после ну то есть в начале вашего хода поэтому он как-то так себе мог быть и покруче честно говоря 73 ну давайте как-то так до контра спал хочу шаг сквозь тени только возвращать нечего так-то круто но нечего вернуть ладно может быть вернем этого 412 там урагна по моему нету не особо каких-то заклинаний кроме этого люцифериуса или люцифариуса как он там который прокляет всех существ ну да ладно он делает что-то такое убивает драконий заклинатель кстати можно его поставить вернуть опять поставить неплохая неплохой такой ход кстати ну как то так берем это 45 или сколько она там было на 45 ну и пока мисс такое нет вроде бы кажется что мы уже там его добиваем но урагна может реально перевернуть как хендлок магет начнутся эти големы выходить вообще я рад что я вытянул контроль разума потому что отлично еще мои все карты получают баф что неплохо вытягивать какой-нибудь рык типа друидский замаскировка отлично да давайте наверное вот так тут походим все в лицо и замаскировку жесть за нефарианов в разы веселее играть чем за рагну но вот этот големак 2020 существо но мы все равно тут выигрываем победа за тобой но в общем как то так ранее может жестко не зайти мы то все время можем какие-то контур спелы добирать и очень жестко на силу сейчас мы будем по идее играть за рагну ну посмотрим может быть может быть я неправильно что-то там неправильно посмотрел но должна бы сейчас рагна ну дорогие попробуем выиграть бронза бороды мойра мойра неплохо худовар выигрывает в потасовке да зачем мне мне потасовок нету так моим мойра бронза но оставим мойру может быть может быть она призовет тавриса на и мы как-то сможем сделать подешевле наши карты живая бомба интересная тоже карта ну плохо тут все такие механики понимаете они начинают работать все в начало твоего хода то есть как начинается твой ход тогда она срабатывает если по нам срабатывала сразу как ты ставишь ли там в конце хода как рагнул отстреляет концерт кто это магматрон прикольно во первых каждый раз когда игрок разыгрывает карту магматрон наносит ему две единицы урона а великолепно ну ладно оружием будем ходить все время потому что чтобы быстрее от него избавиться и можно было бы пулять на 8 урона бо оружие да классная 26 но сами понимаете 8 урона это 8 урона до 2 урона это два урона да вы как бы контролируете куда их давать о губитель крыла тьмы чё-то боль чё-то боль ребят ну ладно ой он еще и за каждую карту ну пипец бам-бам-бам-бам-бам просто пинает мое лицо давайте огненного поставим тем временем у нас 37 хп это не то чтобы хотелось но может быть может быть не фариану нечего поставить нету контур спалов что конечно навряд ли вот сейчас он что-нибудь топ дэкнуть ужасное при ужасное тем более сыграть любой контур спелл за 0 маны но это вообще огненную глыбу ну световые бомбы ну пожалуйста за боль маны это конечно дико бесит это просто имба что то что 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 еще сказать слишком жестко мне как бы надо закрываться но я наверное вот так сделаю ну типа смысл что я закроюсь у меня будет четвертая мана да я не получу 7 урона в лицо может быть больше кстати но скажем так у меня все плохо если не вариант может добирать хотя вот этот контур спал то у меня вот эти три карты стоят и что мне с ними делать если нету то нету ему если нечего поставить сыграл эту дикую магию и все и и у тебя будет какой-то контур спал или еще что-нибудь ну-ка что еще что-нибудь контур спал это заклинашка так хорошо ну торгуем своим чечлом и уставляем две стенки получается так будем пытаться камбэкать не знаю чё-то он задумался электрон все заклинания стоит на 3 маны меньше куда тебе меньше куда вот о пламя жестко 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 ну и нет у него дракона в руках даже не знаю что лучше что хуже ладно побьемся так но я хотя бы потом следующим ударом смогу добиться тут 22 хорошо добирает карту добирает магию бич судьбы но серьезно молганис это как минимум печально мы скорее всего тут проиграли галим акты кэша классный но не настолько 1 2 2 6 8 10 ему два урона надо я думаю он их найдет но если не найдет то еще можно будет что-то попытаться но хотя у меня нету ни стенок ничего нет он идет в размен зря я бы пушил на урон вообще пофиг было бы серьезно понятно гар ну и что 11 увы увы но тут мы проиграли голема только великана поставили ну не зашло что сказать с кем не бывает наверно от этого и бомбит но я не знаю что тут бомбить как бы выиграл ты выиграл тебе написали там победку проиграл ну это нигде не засчиталось типа вообще непонятно вот в этом плане поэтому я пару раз сыграл и мне как-то уже ну надоело то есть нету реально никакого челленджа ну сделал я четыре победы ну и что тут не пишется не поражение а нисколько можно ну играть и играть это как боссов проходить не знаю в там на акс рамосе или черной горе не знаю не хватает пока мисс челленджа ладно будем смотреть что приготовить нам хардстоун через три дня ну а пока на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк и будем ждать будем ждать новые новые приключения в этой потасовки что же она для нас подготовила все пока пока ребят у нас партнер